Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Девушка Вальтера Соломенцева, Олеся Лисовская, стала участницей проекта. Эльвина Кудряшова считает, что Олеся не будет с ним после того, как узнает про все негативные стороны Вальтера, про его любовь к выпивке, про множество женщин и про склонность к насилию. Зато сама Эля готова быть с ним, несмотря ни на что. Сейчас Вальтер временно покинул проект, и он поехал разводиться со своей женой. Помимо Олеси, на проект пришли еще трое новеньких участников. А это Владислава Ковалевская, ей 18 лет, она из Витебска. Выделяет Стаса Дегтеренко и Виталия Малышева. Она училась в Канаде, жила в Дубае. Ее отец против Дома-2 и хотел выдать девушку замуж со своего друга. Сергей Кузнецов из Кемерово, ему нравится Валерия Фрост. Но, как оказалось позднее, он пришел на Дом-2 ради мести. Его девушку увел Сахар Соленко, и Сергей собирается на Сейшелы, чтобы отомстить. Но затем ему приглянулась Марина Африкантова. Он передумал мстить и решил остаться на поляне. Появление Майи Донцовой на острове любви началось со скандала. В недавнем эфире она поругалась с Лерой Фрост. Лера припомнила Майи недавнюю попойку, после которой она оказалась в одной постели с Захаром Соленко. Но и Донцова не осталась в долгу. Она сказала, что Лера тоже неразборчива в связях. А первый секс с Захаром у нее был в состоянии алкогольного опьянения. По заверениям Донцовой, Лера вообще никогда не бывает трезвой. А мама Майи и Ирина, которая осталась на поляне в компании Маши Кахну, Африкантовой и Лилии Четрару, гуляла в ресторане Облака. Маша и Марина искали себе парней. Лилия Четрару недовольна результатом пластической операции. У нее уже почти все зажило, швы сняли, но образовалась небольшая ямочка на носу. Катя Жужа влилась в дружный коллектив на острове любви. Ребята устроили вечеринку в честь ее прибытия. Бывшая участница Дома-2 Вика Боня побывала на открытии Каннского фестиваля. Она поделилась снимками с красной дорожки. Она уже несколько лет подряд посещает Каны, о чем и мечтала в юные годы. Кристина Дерябина сняла нарощенные волосы и советуется с подписчиками, стоит ли наращивать новые или походить с короткими волосами. Саша Гозия с Настей Волынец и педагог по вокалу Виктория Ильинская проводят время вместе. Девушки сдружились. Дмитрий Тарасов выложил в сеть снимок своего дома. Он подчеркнул, что это их общий дом с Настей Костенко. Подписчики Ольги Бузовой стали писать Дмитрию резкие комментарии с упреками. Изначально ведь это был ее дом, но из-за брачного контракта ей пришлось покинуть особняк. Также Тарасова спросили, будет ли он заключать брачный контракт с Настей. Он лаконично ответил, что у нее контракта не будет. Так что одной из двух или девушка умнее Бузовой на контракты не пойдет или же он просто не собирается жениться. Евгений Руднев и его жена отправились в путешествие, где они провели еще одну свадебную церемонию. Хочется, чтобы время остановилось, пишет Руднев. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.